Красивые места, знаковые объекты. Минкуль Челябинской области предлагает южноуральцам, в их числе и магнитогорцы, придумать туристический маршрут по родному городу. Что нужно учесть при составлении тура, расскажет Иван Маслов в рамках нашей постоянной рубрики «Городовой». Эфир продолжает сводка коротких новостей. Из Европы в Азию или по архитектуре Ленинского района горожанам предлагают придумать путь для туристов. В России стартовал конкурс «Маршрут года-2017». Проекты принимают до 15 сентября. В конкурсе более 20 номинаций. Среди них городской маршрут, маршрут на действующее производство, тур на события и другие. В заявке нужно описать места, определить расстояние и время передвижения. Ограничений для участников нет. Подробности можно узнать на сайте Министерства культуры Челябинской области. Водители, внимание! В эту субботу на час перекроют улицы в Ленинском районе. Не проехать будет от первой палатки построителей до проспекта Ленина. Также для движения закроют Московскую, Советскую и Вокзальную. Ограничения будут действовать с 9.30 до 10.30. В это время пройдет городской этап велогонки «Магнитокорск-Банная». Водителям не стоит расслабляться и на загородных трассах. В колонии ожидают более 400 велосипедистов. Их будут сопровождать экипажи ГИБДД. Организаторы уверили, соревнования пройдут при любой погоде. Научат школе. Портал Госуслуг выпустил справку об образовании в России. В ней информация обо всех уровнях обучения. От дошкольного до высшего. Там же можно подать электронные заявления, узнать результаты ЕГЭ и проверить очередь в детский сад. Справка описывает жизненные ситуации, связанные с обучением. Родителям рассказывают о документах для отправки ребенка в школу. Выпускникам объясняют, на каких условиях берут в колледжи и вузы. Сведения размещены на портале государственных услуг. Регистрация для просмотра не требуется. Иван Маслов, Денис Иванов. Информационная служба медиагруппы «Знак».